Всем привет! Домашний влог. Я уже около часа решаю проблему, как же мне объединить все сюжеты, которые я засняла сегодня в субботу, для того, чтобы получилось цельное видео. И я решила сделать акцент на том, что я купила стол, стол-плит. Я поняла, что когда я стану показывать мебель со стол-плита, мне начнут писать комментарии о том, что мебель в Икее лучшая, что многие люди покупают ее именно там. Но дело в том, что у нас Икеи в Волгограде нет. Возможно, я просто не знаю, что она есть. Ну и потом, так как сегодня суббота, я торговала опять в Волгограде на базаре. Вот приехала, снимаю вам видео. Завтра воскресенье делать ничего не буду. Туман в низине, так интересно, как молоко. У нас редкое явление тумана. Это в средней полосе затуманивание постоянное у нас редкое. Остался у меня один творог. Я его бросила на соседку. И хочу посмотреть, какая здесь птичка продается. Хоть раз пойти по базару, когда здесь есть товар, а не стоять за прилавком. Здесь даже поросятки продаются. А почем поросятки? Три тысячи. Это у вас эти, вьетнамские? Нет. Просто такие. А как называются? Черноперка. Ребята, все сюда на ярмарку. Грентики и ловки три тысячи. Из всех птиц вот здесь вот самое интересное, на мой взгляд. Смотрите, какой гусак. Мне не нужен гусь. А так я бы купила. Смотрите, какой красивый. Курицу привязали за лапу, чтобы не убежала. Ну а здесь барахолка, вещевой рынок. В принципе, здесь продается очень много интересного. Но посуда, обувка, сумки меня не интересует. А вот, например, детям я купила сковородку в свое время, в квартиру. И утюги, и люстры. И народ здесь входит. Здесь можно купить все, что угодно. Здесь купили топор за 500 рублей с советских времен. Шлем мотоциклетный. Я вас не снимаю. Как? Не снимаю. Вот так я снимаю вас. А вот так я снимаю ваш товар. Всем приветы. Мой очередной торговый день закончен. Я сегодня торговала на народной ярмарке в Волгограде. Народная ярмарка – это так называется рынок. Большое спасибо всем зрителям, которые приходят и покупают у меня мою молочную продукцию. Я переодеваюсь и собираюсь заехать в магазин «Столплит». Дело в том, что мне нужен шкафчик. Нужен шкафчик для того, чтобы поставить его под окно в кухню. Во-первых, у меня не умещается посуда. А во-вторых, там есть свободное место, которое просто просит, чтобы туда что-нибудь поставили. А у нас в районном центре нет ничего подходящего, хотя я там уже была и искала. Чуть не забыла. Я же ходила по рынку, чтобы поснимать птицу. Птичку я поснимала, а когда я начала снимать барахолку, в общем, людям не понравилось, мне пришлось спрятать камеру. Товарищи, а мне здесь нравится. Здесь прямо интерьер готовый. Так здорово. Ну вообще мне… Ой, смотрите, какие столики. Ой. Прям экскурсии. Смешно, не выпрут отсюда с камерой. Витрина 24 тысячи. Мне вот такой типа комодик нужен. Вот такой типа комодик нам нужен в кухне, только белый. А, вот этот все? Да. Ничего себе, он стоит 11 тысяч. Это круто. Чуть подешевле хотелось бы. Куда? Сейчас. Здесь вообще набор. Не, не набор, здесь образцы мебели. Ну, помню, как это не было. Ну, да. И отдельность. Вот, тумбочка, которая сидела. Вот стол. Вот такой мне в комнату надо. У нас выводили, продается, похоже, 3-4 тысячи. Подкатной столик. Вот такой столик нужен. Вот как раз рядом с морозилкой он прекрасно стоит. Да, вот такой нам нужен. И он еще плюс по всему дому катается. И стоит он 6 тысяч. А ты что хотел? За тысячу. Это вообще 8. Вот такой нам не надо. Ну, вообще здорово, да? Главное, знаете, цены все написаны, чтобы люди не пугались. Вот 1139, казалось бы. Ой, кресло за 1139. А это кредитное. 11 тысяч такой кресло. Диванчик угловой. 59. Смотрите, какой классный шкаф-витрина. И стоит он 12 тысяч. Ну, конечно, по стилю не подходит. Но вообще вот так, если разобраться, красиво смотрится. Что? Ну, да, рядом с холодильником. Я вообще хочу этот холодильник поставить в другое место. Вообще он сырный. Как? При входе в сырную мою комнату. Я вам скоро покажу. Вы думаете, у меня там и вход нормальный. В мою сыроварню. Мы спустились вниз оплачивать свой столик. Слушайте, а здесь посуда какая красивая. Я решила для вас еще посуду заснять. Мне нравится вот такая белая. Я вообще хочу такие квадратные тарелки. Вот наш стол несут. И не знаю, есть они здесь, а кастрюли какие и салатники. Вот, 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 вот. Вот. Но цена у них 369. А вот попроще, интересно, у них есть не такие резные края. Вот. Ой, ну, цена у них, у овальных, конечно, хорошая. 500 рублей. Вот такая овальная тарелка. Но зато она красивая. На ней очень красиво все смотрится. Форма керамическая, смотрите, за тысячу здорово, да? А вот за 700 рублей. Так, ну я теперь знаю, на что мне надо накопить денег. Это набор. Тысяча рублей это за набор. Форма для запекания 300 рублей. Тяжелая и недорого. Это же недорого, правда. Вешалки. Вешалки, смотрите, здорово. Тоже 2000, большая вешалка. Вот, меня интересуют портьеры в кухне, шторы. Это что, готовые или как? Да, это готовая, готовая штора. Посмотрите, и плотные есть, и всякие. Только интересно, на чем они висят. Как вам? Мне нравятся. Ну и, в общем-то, сейчас мне некогда. А потом я знаю, куда мне прийти, чтобы смотреть. Смотрите, какие половички. Половички. Тысяча рублей всего? Тысяча рублей. 120 на 180. Так это же совсем недорого. Посмотрите, какие. Как вам кажется? Мне кажется, недорого. Ребят, скажу честно, мне здесь очень, конечно, понравилась. Видите, какая посуда классная. Очень красиво смотрится, согласен. Мой супруг уже получил наш столик. И посмотрим, поставим в кухню. Потому что, на самом деле, место пропадает. Все, выходим. Пока я там стоял на кассе, смотрите, Дзинтерс, я думала, сейчас такого и нет. Что, оказывается, есть здесь еще все по распродаже. Но только нет народа, чтобы даже полюхать. И вообще не здесь что-то на свете экономит. Я купила домой хлеб. Ну, сами видели, маршрустку по-корейскому, курочку, чтобы Тимурчику порадовать. Только не говорите мне, что надо домашнюю курочку жарить. Некогда мне ее даже щипать, представляете? Все, едем домой. Завтра воскресенье, выходной день. Ничего снимать не буду. Буду отдыхать. Вы тоже об меня отдохнете. День у нас сегодня хороший. Я знаю, что на многих каналах принято начинать видео с прогноза погоды в том регионе, где живет блогер. Сегодня тоже решила последовать этой традиции. Но я не знаю, сколько у нас градусов. Но я вам хочу сказать, что сегодня вполне можно ходить в футболке. Ну, конечно, если зайдешь куда-нибудь в тенистое место, то в футболке замерзнешь. И тем не менее, вот в том виде, в котором я сейчас еду, мне очень жарко. Ой, мне прям полегчало. Дай 500. Зачем? Не дам. Раз, два, три, четыре, пять. И пять. Хуже всего, это когда после торговли начинается вот этот дай. Потому что то, что ты наторговал, тут же вот так утекает сквозь пальцы. Ну, как утекло у меня сейчас, потому что я все-таки купила тот столик другой. Не тот, который мы смотрели, другой. Да, я угадала. Время полвторого. Это значит, мы дома будем к половине третьего. А для того, чтобы сегодня мне поехать на базар, так как я вчера поздно просепарировала молоко, это было где-то часа в четыре. Ну, в общем так, мне сегодня пришлось встать в два часа ночи для того, чтобы размешать сгусток творога, потому что он еще не проварился толком в сыроварне. И в четыре часа утра для того, чтобы его подвесить. А затем полседьмого для того, чтобы подвешенный творог разложить по контейнерам, разобраться с коровами и выехать на рынок. В общем, я есть хочу, честно говоря, как с собакой. Вот сейчас я от этой курицы, которую купила в магните, отъела крыло и ногу. И мне так хорошо. А сейчас приедем домой, меня там ждет вечернее молоко. Я когда подоила вчера коров, я сразу сделала сливки, их закипятила, которые продалась сегодня на базаре. То есть кипяченый, вообще свежей, свежей не бывает. А брат стоит со вчерашнего дня, стоит во фляге, не в сыроварне, потому что неизвестно, во сколько я приеду, это он там может перекиснуть. И когда я сейчас появлюсь, я его вылью в сыроварню электрическую и поставлю на творог. И этот творог поедет со мной в понедельник на базар в районный центр. А утреннее молоко, утренний надой, ну там мало, там всего было чуть больше 20 литров, я взяла на рынок, то есть продала как свежее молоко. Ну и все. И вообще я вам хочу сказать, когда начинаешь на самом деле заниматься продажей молочной продукции, а не сдачей на молоковод, катастрофически свободное время, оно просто утекает куда-то в никуда, времени не остается совсем. Ну то есть правильно пишут те люди, которые говорят, что если заниматься на самом деле, заниматься своим хозяйством, то времени почти ни на что уже не остается. Дай бог нам доехать нормально домой. Ну все, мы почти приехали домой. Дорога у нас почти везде хорошая, на протяжении 76 километров, вот такая ровная. Ну просто замечательно ехать. Продолжение следует...